Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новое видео. Наверное, сегодня такое болтологическое будет. Покажу немножко своих всяких покупок, новинок и тому подобное. Оставлю вам все ссылочки, конечно же, под этим видео. Осталось пару дней до окончания школы, но я уже просто сплю и вижу, когда всё это закончится, и я буду спокойно заниматься своими делами. Потому что и сажать надо, и обрабатывать, знаете, всё, вот что-то всё как-то, как всегда у меня. Так, продолжаем сегодня зелёную тему, естественно. Ну, помимо зелёной темы будет ещё немножечко красоты, чуточек. Вот, я вам хочу показать, пока я всё это дело не съела, я себе тут заказывала, достаточно давно, кстати, заказывала различные... Кто знает, кто меня давно смотрит, знает, что я очень люблю всякую зелень, микрозелень в том числе. Это хорошая вообще, кстати, тема для тех, у кого нет дачи, кто живёт просто в квартирах. Несмотря на то, что я тоже имею свой огород, всё равно я очень люблю выращивать микрозелень, потому что я очень люблю её есть. Смотрите, какая у меня прелесть. Я вам сейчас всё расскажу. На самом деле, я заказала сразу много наборов. Ссылку я вам оставлю. Называются они мистер Крэс. Вот так вот фирма называется. Здесь положили мне сразу инструкцию, как, что нужно делать. Нужно, на самом деле, внимательно прочитать, потому что с горохом я немножечко напортачила. Девочки, вам покажу. Значит, здесь идёт, смотрите, вот у меня, например, здесь рукола, да. Здесь идёт специальная вот такая вот, как бы, штучка, да, на которой уже насыпаны семена. Здесь у меня рукола, базилик. Вот так вот всё приходит. В коробочке, в коробочке вместе с инструкцией. Здесь у меня дальше крес-салат. Покчой. Я такой никогда не пробовала, кстати. Вот. Также редис. Пока вы это всё не намочите, оно будет вот находиться в таком состоянии. И ещё один крес-салат. Смотрите. Выращивать, на самом деле, очень-очень легко. Вы открываете коробочку, наливаете сюда, сейчас я скажу точно, сколько воды. 400 миллилитров воды, равноверно смочив все семена за один раз. Закрываете, и пока семена не начнут, вот, чтобы выпирала прямо крышечка, не открываете её. Вот так вот закрыли и оставляете. Они у вас сходят и превращаются вот в такую вот красоту. То есть, когда они уже начинают, вот, эта крышка приподниматься, тогда вы открываете. Горох я открыла слишком рано, слишком. Поэтому он у меня растёт, несмотря на то, что я рано открыла. Это у меня рукола была посажена. Вот её уже можно кушать. Смотрите, как. Вы посмотрите, какая прелесть. Это просто, кстати, рукола, она очень... Она такая слегка остренькая. Руколу очень вкусно не сколько в салат, сколько на бутерброд. Вот булочка, там, мяско или колбаска, и сверху руколы. Получается такой остренький вкус. Очень советую, кстати, именно вот руколу. Но вообще все. Рукола прям очень вкусно. На самом деле очень вкусно. Вы отрываете всё это дело. Можно... Не как я сейчас, да, вот так вот выдираю. А можно просто ножничками вот так вот срезать. Вы срезаете. И едите. И я ем просто так. Честное слово. Очень вкусно. И горох. Горох это вообще девочки огонь. Я его уже тут поела. Думаю, надо заснять, пока я его весь не съела. Я просто... У меня стоит на кухне под лампочкой дневного освещения. И я подхожу. И жую всё это дело. Горох очень вкусный. Такое ощущение, что вот вы прям свежие стручки гороха кушаете. Девочки, я прям всем советую. И видите, из-за того, что я рано открыла крышку, я почему-то подумала, что ему же там очень тесно. Они у меня неравномерно вот так вот зашли. Вот так делать не надо, как я. То есть пока они не прям не начнёт крышка вот эта вот выпирать, не открываем. Но это очень вкусно, девочки. Я всем советую. Несмотря, даже если вы живёте на даче, всё равно вот так порезала. На салатик, на бутерброд, помидорчик, огурчик вот эти вот срезал. И всё супер. У вас полезный и вкуснейший салат получается. В общем, здесь прям подробная инструкция. Световой период. Семена гороха, кстати, нужно на 4 часа предварительно замочить. Здесь вот так же указано, сколько дней. Ну, а вот срок выращивания. Ну, примерно 7-10 дней. Базилик и горок только 10-14 дней. Вот. И всё. Ну и варианты вот подачи, например, да. Помидорчики, сыр. И вот так вот эта микрозелень. Она очень вкусная. Я всем рекомендую. Ссылочку я оставлю вам обязательно под этим видео. Так что переходите, покупайте и наслаждайтесь полезными витаминчиками. Потому что вот эта микрозелень, она очень-очень полезна. И здесь очень классно то, что потом вы просто поливаете, да. Уже когда она начинает расти, просто поливаете вот этот вот сам. То есть нет земли, нет грязи, нет ничего такого, да. Оно растёт вот в этом. Как называется? Вот это как губочка. Она такая выглядит. Специальный такой субстрат для выращивания, можно так сказать. Так что советую. Ну горох, горох меня просто покорил на самом деле. Очень вкусно. Очень, девочки. Всем советую. Ну и в продолжение зелёной темы. Я снова ездила в магазин Оби за фасолью, кстати. Фасоль в теплицу я сажаю. В общем, потом, когда она подрастёт, я вам её покажу. У нас был завоз комнатных цветов. Могла Наташа пройти мимо? Скажите мне, нет. Девочки, всё, я больше просто не буду ездить в Оби. Просто всё, я туда не езжу. Всё, я сказала. Всё. Покажу вам, давайте, что купила. Потому что есть кто меня не понимает, а есть кто меня понимает, конечно же. По поводу того, что мне скоро негде будет пройти, я уже говорила, что, в принципе, я хочу вот это вот помещение, чтобы оно у меня было таким зелёненьким, чтобы были разные цветочки, разные виды и так далее, и так далее. В общем, я этого и добиваюсь. Так. Во-первых, в миксе, который по 249 рублей, который называется Plant Mix, я нашла вот такой вот цветочек. Вот такую вот лапочку. Было их там несколько штук. Я его по... Я говорила, что есть определитель растений, да, онлайн, я определяю. Я его уже пересадила, купила ему вот такой горшочек. Это Радер Махера. Радер Махера. Это род бегоневые. Я записалась в бегоневые. Если что, у меня тут на листочке всё записано. Это не то, что я там всё запомнила. 249 рублей. Представляете? Бегонии вообще очень любят моя сестра. И отсадила маленький кусочек, вот такой стаканчик. В общем, потом либо я к ней в гости поеду, либо она ко мне и заберёт у меня вот такую вот малышечку. В общем, 249 рублей, но тут земля и горшочек тоже. Я 4 рублей за 100 покупаю. Вот эти вот горшочки тоже был на акции. Прикольнее. Это ещё не всё, конечно же. Естественно, девочки. Дальше. Я купила вот такую вот прелесть. У меня, кстати, нет подобного цветка. Это папиромия. Папиромия называется Сморщенная или Киперато. Ещё была просто написана Бегонии Микс. Да, просто Бегонии Микс. Значит, ещё вот эта расцветка тоже имеет своё название, но я уже, честно, не стала сейчас искать. Я там читала. В общем, разные имеют название, потому что здесь, видите, такие серебристые и как бы фиолетовые листочки идут. Вот это какой-то сорт. Как-то она правильно называется. Я её тут немножко, можно сказать, покоцала, когда пересаживала. Я как купила, я её пересадила. Подготовила ей там земельку, всё как положено, всё почитала. В общем, вот так она у меня тоже горшочки. Вот эти горшочки тоже стоят рублей 100. Вот как раз. Вот такая вот у меня красавица. Хочется мне немножко и зелени, и разнообразную зелень разных окрасов, поэтому я взяла вот такую бегоню. Она будет пышным маленьким кустиком. Найду её хорошее местечко, и будет она у меня замечательно жить. И, конечно же, я купила себе вот такую Агланему. Смотрите, какая прелесть. На этикетке было написано Агланема Ред, но я почитала, что это Агланема Черри. Черри Бэйби, или как-то так она называется. В общем, их стояло всего тоже штучки 3. Вот этих бегоний было всего 2. Вот именно та, с такими листами. Вот. А этих штучек 4 всего, вот таких красных было. Посмотрите, какая прелесть. Ей нужно, чтобы сохранить вот этот вот красный свой цвет. Единственное, что у них какой-то налёт. Я всё смотрю. Боюсь, что у меня кто-то, кто-то на них, наверное, живёт всё-таки, я так предполагаю. Вот таким вот формам нужно более яркое освещение, потому что здесь, конечно, зелёного мало, поэтому я его поставлю куда-нибудь поближе к свету. Вот. Горшочек идёт вот с таким поддончиком. Ну, короче. Ну, вот это, это малышка. Малышки. Малышки мои. Девочки, всё, я не поеду больше обе. Я всё, что мне необходимо уже купила. Вот. А я просто так за цветами редко езжу. Вот. Ну, надо как-то угомониться. Сейчас всё равно надо за садом. Дети наконец-то закончат школу в этом году. И надо будет за садом ухаживать. Ну, прелесть вот это вот. Вот это вот она очень тогда среди зелёного. Если будет стоять, то вообще супер. Так что вот такие вот, вот такие вот у меня покупки. И ещё у меня были заказы, заказывала там, ну, всякое в основном для своих мужчин всякую одежду на лето с сайта LaModa. Если остались ещё ссылки, я обязательно вам покажу и себе кое-что тоже показал. Тоже, ну, я даже оправдываться девочке не буду. Просто мне очень захотелось. То же самое, как с цветочками. Мне очень захотелось. То же самое и здесь. Если купила вот такую вот сумочку. Вот она недавно совсем ещё даже не сняла этикетку и не носила её ни разу. Это вообще клатч. Он такой жёсткий. Вот так вот открывается. Смотрите. Каперин. И здесь здесь бумажки. Вот. И здесь вот такая вот цепочка. Купила я эту сумку за 1900 рублей. Вот такая вот здесь цепочка. Жёлтая, которая здесь на эти штучки крепится. В общем, это такой клатч. Очень мне понравился цвет. Я считаю, что он как раз хорошо подойдёт. Ко мне кот пришёл. Я люблю сочетание вот такого цвета и чёрного. Например, к чёрному плащу куда-нибудь пойду в театр. Там ещё куда-нибудь когда время будет. Вот. Ну, короче, мне очень захотелось вот такую себе сумочку. Прелесть. Прелестная. Вот такая. Скажите, это марка Витачи. Кстати, там очень много сумок стало именно этой марки. Это Пауну Китай. Да, это китайская. Китайская марка. Вот. Цвет жёлтый. Искусственная кожа. Ну, за 1900 мне кажется, вообще супер. Она на самом деле дороже намного стоит. Просто я как-то под акцию попала и всё в этом духе. Та-да-дам. Я ещё решила заказать вот такую шляпку. Шляпка это солома. Здесь производитель Озёрская швейная фабрика. Московская область. Город Озёры. Представляете? Вот так вот называется. Сейчас покажу. Вот так называется марка. Шляпка очень классная. Она прям так добротно сделана. И видите, сочетание жёлтого и чёрного мне очень нравится. У меня есть такой спортивный костюм вот такого жёлтого цвета. Я ношу его с чёрной курткой. Очень классно смотрится. Блин, сейчас надо хвостик убрать. Так. Мадам, я вас продам, да? Слушайте, ну мне на самом деле очень нравится. вообще я очень люблю всякие шляпы, всякие кепки, всякие головные уборы. Очень люблю. Но сама, на самом деле, не так часто их ношу. Чаще всего летом. Летом я хожу в таких шляпках, кепках и так далее. Кстати, даже подойдёт вместе вот с этой сумочкой. Прям такая мадам. Вот. Надо волосы тоже в порядок приводить, покраситься и кончики подстричь и, в общем, как-то себя привести в порядок. Хотя кончики лучше стричь после лета, потому что всё равно немножко подсыхает. В общем, шляпка это очень, кстати, классная. Прям так качественно, добротно сделана. Очень нравится. Там меня кот мяукает, птичку увидел. Вот. Так что, как я ничего не успеваю, да? Вот я говорю, зависла в обе. Я там, я не знаю, часа два, наверное, была в этом магазине, пока я там всё перетрогала, пересмотрела, но вот это вот мне очень понравилось. Я когда первый раз определила, кстати, определительным растением, он мне определил это почему-то как гибискус. Ну, вот эту китайскую розу, да? Почему-то, но это нет. Это другое растение. В общем, супер. В общем, девочки, вот такое небольшое видео. Быстренько я его сейчас смонтирую, загружу на канал, чтобы уже... А, последний вопрос, на который я вам хочу ответить. Я извиняюсь за свою прическу, убрала, чтобы шляпу надеть. Меня спрашивали про часы. Тоже одна девушка просила рассказать про часы. А что про них рассказывать? Это Apple Watch. То есть, у меня телефон Apple, и, соответственно, часы тоже Apple. Вот это заказывала ремешок неоригинальный, просто, по-моему, на озоне он должен был быть розовый. Вот пришло, что пришло. Я уже как-то показывала, рассказывала. Мне очень нравятся часы. Во-первых, все уведомления я читаю через часы. Ну, кстати, отвечаю. Я, когда мне кто-то звонит, я все-таки отвечаю либо с наушников, либо с телефона. Но наушники у меня тоже Apple оригинальные, часы Apple оригинальные. Наушники у меня там микрофон барахлит, поэтому я чаще просто с телефона, ну, чтобы, наверное, не орала у меня тут на всю Ивановскую часы, все уведомления, все какие-то отслеживания, там, активность, шаги, циклы и так далее и тому подобное. И он еще все об этом напоминает. И мне они безумно нравятся, я постоянно с ними хожу. Единственное, их минус, вот моих, видите, у меня постоянно работает циферблат. Его можно перевести в эко-режим, но тогда не будут приходить уведомления, по крайней мере, на моих часах так. И у меня они, то есть я их ставлю на зарядку каждый день. Вот у меня у мужа и у детей часы, в общем, китайские часы, девочки, вообще вылетело из головы какой марки. И они их заряжают намного реже, чем я. Муж заряжает вообще раз в неделю, а дети еще реже. В общем, в принципе, сейчас вот такие часы, как бы, ну, умные часы, да, назовем их так, они везде одинаковые, все одинаково отслеживают, одинаково, на них можно одинаковые функции. Я не знаю, если, то есть, покупать такие часы, да, мне они безумно нравятся, но просто так как телефон, то и часы такие же, соответственно, там, если у вас марка телефона какая-то китайская или Samsung или еще что-то, то можно китайские такие часы, они ничем не хуже, вот реально. Как же марка, в общем, я подпишу, если что, если вспомню, забыла марку название. В общем, в общем, вот такие вот у меня дела. Вот, надеюсь, что вам понравилось такое видео и про часы я ответила, про все я ответила, вот, так что, погода у нас, кстати, сейчас только немножко похолодало, только зацвела черемуха, поэтому немножко холодно и такой ветерок у нас холодный, вот, а так, в принципе, погода уже хорошая. В общем, на сегодня буду с вами прощаться, я вам ссылочки все оставлю, обязательно переходите, смотрите, надеюсь, что вам понравилось такое видео. Я стараюсь, как могу. Спасибо большое. Всех люблю, целую, до новых встреч.